Мастерство исцеления 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 этим замечательным искусством и преподает его всем, от начального до профессионального уровня. Ее деятельность — это уникальный сплав проверенных временем традиций и древнего искусства. И Пеппер объясняет это так. Для меня ченнелинг — это взаимообогащающий синтез молитвы и медитации. В молитве вы возносите благодарность и задаете вопросы, в медитации вы получаете ответы, в ченнелинге вы делаете и то, и другое одновременно. Это самый целостный метод, который мне известен. И я хотел бы также сказать, что Пеппер сегодня сделает вам уникальное предложение. Вы можете посмотреть его в особом разделе нашего сайта. Мы поговорим об этом немного позже. Итак, добро пожаловать, Пеппер. Спасибо, Дженнифер. Я давно не была здесь. Мне вас не хватало, и я рада снова общаться с нашими слушателями. Да, мы рады, что вы здесь. Итак, я знаю, что вы подготовили для нас сеанс общения с Гайей, но можем мы также пообщаться и с вами, Пеппер, до того, как придет Гайя? Да, я думаю, это будет правильно. Я хотел бы сказать, что первая неделя Нового года была для нас вдохновляющей. Это время нового старта, нового начала, каких-то новых решений, время для того, чтобы посмотреть на новые для некоторых людей. И в то же время в Новом году по всему миру наблюдаются различные аномалии, например, смерть птиц. У меня было много сообщений, электронных писем, и я не смогла на них на все ответить. И я подумала, что наверняка кто-то из наших слушателей может сегодня спросить об этом. И я подготовилась к этому, я обратилась к Гайе с этим вопросом и записала примерно 10-минутный ответ по этой ситуации. Сейчас из 10 стран по меньшей мере приходят сообщения о гибели птиц, о гибели рыбы, сотен особей. В некоторых местах счет доходит до 5000. Если вы хотите узнать об этом больше, я попросила своих помощников, своих веб-мастеров разместить этот ответ на Фейсбуке и на Ютьюбе, и через пару часов он там уже появится. И, конечно, такое начало года не вполне обычное, но, тем не менее, он начался. Да, он начался, действительно, и начало весьма необычное. Ну да, в некотором роде да. Вы знаете, я также получила от Гайи информацию, что мы проходим, или через нас, через всю Землю и через всех нас проходят ударные волны, настоящие ударные волны. В океане поднимаются разрушительные волны, которые провоцируют землетрясение и другие аномалии. Это ударные волны, невидимые нам. Они проходят через наши частоты, через наши поля. Они влияют на электромагнитное поле планеты очень-очень сильно. И это очень-очень сильные волны, поэтому они чувствуются практически везде. О, да. Ведь так и есть. Да, и вы знаете, сначала я не собиралась говорить об этом, ведь Гайя говорила мне, что я не служба, как она сказала, я не служба оповещения общественности. Поэтому, когда происходят землетрясения, извержения вулканов, я не обязательно должна сделать сеанс Чеддлинга для того, чтобы ответить на вопросы, возникающие в мире. Но когда я увидела, что происходит, когда приходят сотни писем от людей, они объясняют происходящее фейерверками, в других странах объясняют происходящее еще чем-то, я чувствую, что все это так неправильно. И я обратилась к Гайе и попросила ее, позволь мне поделиться этой информацией со всем миром, с другими людьми. Хорошо. Перед тем, как мы начнем, перед тем, как мы пригласим Гайю, есть ли какие-то конкретные вопросы, которые я должна затронуть? Потому что у вас больше опыта работы с Гайей, чем у меня. Да, вы знаете, сейчас время перемен, и, знаете, люди иногда спрашивают слишком быстро о переменах на Земле и не получают удовлетворяющих ответов, и это смущает их. Они не знают, куда дальше идти, что дальше делать. Я предлагаю задавать более обширные вопросы, и когда вы получаете ответы от Гайи, вы можете сужать их в зависимости от того, что она говорит, и направлять их на те темы, которые интересны вам. Конечно, люди, многие задают вопросы об экономическом положении, о валютной ситуации, о глобальном потеплении, о недостатке ресурсов. В целом, все эти вещи проявляют те перемены, которые происходят сейчас на Земле. И что я люблю в ченнелинге Гайи, она всегда дает какие-то практические советы. Знаете, в течение многих лет я училась у духовных учителей, у психологических учителей, и я особенно ценю вот эти вот практические собой понимания того, что мы собой представляем как человечество. И Гайя понимает, что происходит, что мы должны платить по счетам во всех смыслах, мы должны налаживать новые отношения в этом мире с нашими сестрами, братьями, отцами, материалами. И, вы знаете, иногда приходит какое-то просветление из Ангельского царства, но иногда очень трудно понять эту информацию. Ну да, тем не менее, у нас партнерские отношения. Да, мы вместе созидаем с Гайей. Да, и перед тем, как я приглашу Гайю, я хотела бы сказать, если вы хотите услышать Гайю, вы можете сделать это на Ютьюбе, вы можете задать поиск по ключевым словам Пеппер Льюис или Гайя. Там есть особый канал на Ютьюбе, и есть также подкасты, по меньшей мере, 10 подкастов в iTunes, они бесплатные. Вы можете просто зайти на сайт iTunes в раздел «Подкасты», и там, я думаю, в разделе «Религия и духовность» вы нажимаете кнопку «Подписаться», и вы можете получить более подробную информацию о Матгайе. И перед тем, как мы пригласим Гайю, и пока в студии у нас еще Пеппер, давайте поговорим о вашем специальном предложении, а потом поговорим с Гайей. Да, да, хорошо. Мое специальное предложение — это очень популярный набор компакт-дисков, который называется «10 важных вещей в этой жизни». Это набор из трех компакт-дисков. Он наполнен объяснениями, указаниями о том, что происходит, и почему это происходит, и как этим пользоваться, и как вести себя. Вы можете прослушивать это снова и снова, делать свои пометки. Я прошлась по своей библиотеке и выбрала то, что, наверное, будет наиболее ценно в этом новом году, и мы установили специальную цену на этот комплект, и я рада поделиться этим с вами. Да, это очень ценно. И там затрагиваются очень важные вопросы. Духовная ценность, практические духовные практики, как бороться с сожалениями и страданиями, как восстановиться от синдрома занятой жизни, и как установить приоритеты в жизни. Я очень рада, что появился такой комплект. Спасибо, Пеппер. И сейчас мы на некоторое время прощаемся с Пеппер и приветствуем Гайю. Да, дорогие мои. Как всегда, я с удовольствием приветствую вас, и я направляю это удовольствие на вас. Это удовольствие состоит в том, чтобы приветствовать день, затем приветствовать год, для того, чтобы все разворачивалось в естественном порядке и с благодарностью, когда это возможно. Ведь это год милости, благодарности. Поэтому с этого и начнем. Я приветствую вас, всех тех, кто слышит меня сейчас, и всех тех, кому сейчас милосердие моего сердца доносит эти слова. В начале этого года спросите, каким образом я могу лучше всего служить этому миру. Спасибо, Гайя. Спасибо, я очень ценю вашу энергию и ваш опыт. Спасибо, что вы сегодня с нами. Нам очень любопытно, что произойдет в этом 2011 году, какие мысли вы нам можете поведать, может быть, какой-то общий обзор этого года вы можете сделать. Очень хорошо. Лучше всего рассмотреть этот год как год перед последним и год перед первым. То есть это и первый, и последний год, и что-то между. Это последний год целой эпохи. Последний в своем роде. Лучше всего думать об этом году, как будто это последний из определенного биологического вида, вида, который больше не будет существовать, вид, который принадлежит к этому году и этой эпохе. И в то же время, если этот год не полностью прожит, то тогда следующий Новый год будет даже невозможен. И в некотором смысле это наиболее важное соображение. Этот год открывает, влечет за собой новую эпоху. И нужно понять, каким образом наиболее цельно и полно прожить этот фрагмент опыта, чтобы войти в новую эпоху. И сейчас нужно подключаться, а не оставаться в стороне. Время изучить год, но не путем взгляда назад. Лучше смотреть вперед, на следующий шаг, следующее дыхание, следующее биение сердца, следующее отношение, следующую истину, следующее стремление, следующий созидательный проект, новое, следующее. Смотрите вперед, потому что прошлое, оно начинает переделывать себя. В сущности, чем больше вы смотрите назад, в прошлое, тем более другим оно вам кажется. Завтра вы посмотрите на сегодняшний день, и он покажется вам одним. Через два дня вы посмотрите на тот же день, и он изменится, он будет представлять собой что-то другое. Поэтому взгляд в прошлое немного запутывает. Посмотрите в будущее. Будущее, конечно, тоже переделывается, создает себя, но это служит созидательным целям. Это год для того, чтобы создавать и для того, чтобы воссоединяться с собой, с теми аспектами, которые оставались в стороне. Вы можете объединить их, вы можете задействовать их. Это пороговый год. Это год, который приглашает и вдохновляет. Вот такое у нас начало. О, это так ободряет, но я также чувствую, что это подразумевает определенную ответственность. Участвуем ли мы в этом переделывании? Да. В этом переделывании, которое дает жизнь новым видам, всему новому. Итак, мы участвуем в этом. И как лучше этому способствовать? Очень хорошо, отличный вопрос. Лучше всего притягивать, втягивать в себя сознание, сознательность. Сознательность — это нечто, что обитает в каждом моменте, и везде вокруг вас. Вы видите, как многие стремятся стать сознательнее, и они начинают изучать этот предмет. Но сознательность — это также то, что живет и внутри, и снаружи. И поэтому можно втянуть это в себя, погрузиться в это. Вот представьте, как кто-нибудь погружается в ванну и видит, как идет поток воды, из которого, собственно, и набирается эта ванна. И представьте, как вы втягиваете в себя воздух при дыхании. Также можно втянуть в себя несознательность. Она всегда рядом. Нужно просто помнить, помнить себя, чтобы притянуть к себе свою сознательность, чтобы сделать это сознательно. И с помощью сознательности можно помогать не только другим людям, но и самой Земле. Потому что сознательность объединяет все, и объединяет все с Землей, связывает с Землей. Не в физическом смысле, но в смысле роста, развития. Это на пользу всем. И сознание — это как поднимающийся уровень воды, который поднимает все, что находится на нем. Да, сознательность и стремление. Я знаю это. Я также стремилась, и стремлюсь, и в прошлом стремилась стать лучше, стремилась стать меньше, осуждать, больше любить. Я стремилась получать больше доход, стремилась поддерживать Землю, поддерживать других. И если мы говорим о стремлении, может быть, стоит как-то изменить его. И есть ли у вас какие-то рекомендации? Как мы можем перенаправить эту намеренную энергию стремления? Да, вы знаете, то, что вы назвали стремлением, несколько отличается от других действий. Есть такой вид стремления, как слияние мыслей, намеренное слияние мыслей, а есть более плотный путь, более материальный. Если вы идете по первому пути, вы делаете светлее, легче, вы отвергаете то, что уже не нужно. А есть более плотный способ, который подразумевает, что вы говорите, я работал над этим, я прилагал усилия, и вроде бы вы идете по тому же направлению, но насколько больше вы устаете, вы чувствуете, что вы работаете очень тяжело, тяжелее, чем другие, и вот тут-то и начинается расхождение. Когда вы входите в этот порочный цикл и говорите, я уже слишком долго и слишком тяжело работал, тяжелее, чем другие, вы начинаете откатываться назад, и вам труднее удерживать себя, удерживать свое дыхание. И здесь будет одно указание. Нужно делать то же самое, абсолютно то же самое, но принимать во внимание бесконечность, которая называется желание, которая опирается на целостность и движется намерением. И тогда у вас будет больше результатов, больше успеха. То, что вы называете успехом, это уникальное слово, отличающееся от других. У вас будет этот успех. Итак, опираясь на целостность, ведет нас намерение, вы сказали, да? Да, намерение вести, намерение проталкивать дальше, если хотите. И намерение, то есть это часть этого процесса, но намерение должно быть немного легче, немного светлее. Да, да, это активное слово, это принцип, по которому все работает. Для многих людей это двухмерное слово, оно потеряло свой смысл, его слишком много используют в языковой картине. Намерение — это активный принцип, он ведет, он направляет, он вдохновляет, он течет, он дает силу, он двигает. Это всепроникающая энергия. Видите? Да. То есть намерение становится практикой, но оно работает не совсем так, как практика стремлений. Это должно стать частью нашего дыхания, стать частью нас. Да, это работа всей жизни. Нужно сделать намеренную жизнь. Это направляющее. Это должно стать частью каждого шага и каждого вдоха. Это должно стать частью хорошо прожитой жизни. Намеренная жизнь не имеет направления. У нее есть судьба, но вы как бы проживаете эту судьбу. Нет какого-то пункта назначения, куда вы идете в намеренной жизни, куда вы должны прибыть, потому что вы уже частично там. Намерение само по себе уже видело это. В нем уже есть это познание. Видите? Да. Очень здорово. Мы говорили о переделывании, о воссоединении с собой. Есть ли какие-то практики, которые вы можете порекомендовать, или какие-то намерения, которым вы можете следовать для того, чтобы помочь этому процессу? Я знаю, что многие люди очень хотят помогать вам, Гайя, помогать своей семье, своим друзьям и всему человечеству в целом. И как мы можем реализовать эту более высокую цель? Для того, чтобы помогать друг другу и Земле, нужно просто признать, что человек уже является и целым, и частью целого. Видите? Вы уже востребованы, уже желанны и желательны. Вы уже совершенны. Вы представляете собой совершенство, которое становится еще совершеннее. Это не фрагмент, который ищет воссоединение с другими недостающими фрагментами. Это целостность, признающая, что она целостна. И в уникальности этой целостности образуется пространственно-измеренческая мысль, исходная мысль. Именно так нужно смотреть вперед. Если трудно представить, что вы идете из одного места в другое, потому что нет направления, вместо этого подумайте, что вы переходите из одного измерения в другое, из одного пространственного места в другое, из более плотного в более легкое. Таким образом, вы будете частью этих перемен. И, возможно, вы столкнетесь с чем-то неизвестным, но очень желательным. И это будет полезно и вам, и другим. Частично трудность для многих объясняется тем, что они уже очень долго это делали. Они говорят, я уже долго это сделал, я уже долго играл эту роль, уже читал эту книгу, уже посещал этот семинар, уже работал над собой и над другими. И к чему это все? Просто трудно увидеть, где вы были, из того места, где вы находитесь. И трудно представить что-то совершенно новое. Именно поэтому мысли о следующей эпохе, следующем пространстве, следующем измерении становятся очень важными в этом году. Это дает вам новую перспективу, новый способ предвидения, видение за горизонтом, видение следующего горизонта, следующей эпохи, где каждый человек очень важен. Он не просто играет важную роль, он является частью чего-то очень важного, целостного, совершенного, и тем не менее требующего дальнейшего совершенствования. И когда мы приобретаем это видение нового измерения, новое видение того, чем мы являемся как человечество, мы можем играть новую роль, мы можем предусматривать и предвидеть более целостную картину, и хотя каждый из нас играет отдельную роль, мы взаимодействуем с другими, даже с теми людьми, которых мы можем не любить, потому что они также являются частью целого. И таким образом мы формируем часть новой эпохи. Да, наступило время всеобщего развертывания, и нужно сказать, что это рубежный год, это рубежный год, который влечет новую эпоху, и нужно следовать этому принципу целостности и поддерживать его в максимальной степени, а не говорить, «О, я так устал от этой эпохи, от старой эпохи, хватит». Не нужно говорить в этом году «хватит». Нужно вдохновлять истинные преобразования, истинный рост для себя и для всех других, потому что многие люди пока склонны говорить, «Я работал над этим, а они нет». Нужно сказать, каждое существо является частью целого, и каждый несет в себе свою противоположность, свое зеркальное отражение, свою тень. И если признать это в себе и в других, можно легче стать частью этого целого. Да, то есть мы являемся отдельно представительной частью всего. Да. Гайя, вы знаете, с нашей последней беседы я успела съездить к океану, и когда я смотрел на океан, я как будто видела вас, и вот сейчас я говорю с вами, у меня словно открывается новая перспектива, и я хотел бы поделиться этим чувством с моими слушателями. Так замечательно наслаждаться красотой земных видов и в то же время говорить с вами спасибо вам за это. Пожалуйста. Я не знаю, правильно ли я все это выразил, но сама энергия, которую я вложил, очень важна. Да, очень хорошо. Примите это. Спасибо. Итак, а что еще мы должны рассмотреть перед лицом этих перемен на земле? Мы все знаем о них. Вы знаете, мы получаем очень много писем от людей, которые чувствуют себя беззащитными перед лицом этих событий в Мексиканском заливе и перед лицом того, что рассказывал нам Петер, о гибели рыб и птиц. Когда происходят экологические трагедии, многие из нас чувствуют себя бессильными. Мы не можем ничем помочь, думаем мы. То же самое касается изменений климата. Есть ли что-то конкретное, что мы должны понять по этому поводу, и чем мы можем помочь в этом отношении? Очень хорошо. Важно понять, как мы уже говорили раньше, что сейчас время перемен. Нужно принять мысль о том, что все меняется. Все меняется. Это сложная концепция для человечества, потому что человечество предпочло бы, чтобы все было стабильным, прочным, чтобы была прочная основа, по которой можно идти. Но Земля — это непрочная основа. Земля — это живое существо. Земля двигается и разворачивается, и сжимается, как вы пожимаете плечами. И одно мое движение изменяет значительно больше, чем одно движение отдельного человека. Конечно, бывают различные времена на Земле. Сейчас отличное от других время. Сейчас время для пробуждения сознания. Для каждого движения, которое делает Земля вместе с человечеством, Земля делает это движение в сторону развития. Это не означает само по себе, что все, что происходит, должно вести к сложным и угрожающим жизни переменам на Земле. Но важно понять, что во времена больших перемен происходит возмущение в третьем измерении. Сейчас энергии перестраиваются. Они открывают новые возможности для вас, для человечества, возможности достигать новых высот, перестраивать свое тело, для того, чтобы заключить с собой договор о здоровой жизни, для того, чтобы продлить вашу физическую жизнь, для того, чтобы развить другие качества, которые вы могли раньше представить только у других существ, на других небесных телах. Для этого, Земля должна преобразовать некоторые из своих стихий и элементов. С этим пониманием нужно обращаться очень мягко, потому что эти перемены происходят максимально мягко, насколько это возможно. Не нужно думать, я не могу ничего сделать. Но это время перемен, и я также изменяюсь. И значит, я являюсь частью каждого нового события, каждого нового элемента жизни, который восстанавливается или появляется. и я вновь появляюсь или восстанавливаюсь. Можно найти мир, примирение с тем, что вам необходимо, и найти те роли, в рамках которых вы можете участвовать в этих переменах. И нужно отказаться от принципа «мы против них, они против нас». Мы должны противостоять им, это они сделали, это они виноваты, а меня там не было, я на это не подписывался, я это уже пережил. Нет. Каждый является частью всего, всего целого, лучшего, даже того, что еще не достигло своей лучшей формы. Поэтому пришло время переделываться, время перемен для того, чтобы переделать все, что имеет хоть какой-то образ. каким вы хотели бы видеть образ Земли. Сделайте этот образ, сформируйте его. Сейчас каждый может сказать, «Это моя Земля, это ваша Земля, она наша, и вместе мы достигнем наилучших результатов». Да, это очень глубоко. Мне очень понравилось, как вы сказали, то, что еще не достигло своей лучшей формы. И вы знаете, вы представили то, что обычно люди считают негативным в таком позитивном ключе, что этому, наверное, стоит поучиться. и, кроме того, ценно то, что вы заметили, что не нужно концентрировать внимание на том, что было плохо, на том, что было раньше. Нужно устремить взгляд вперед на то, как воплотить ваше желание. Да, это правильно. Нет негативных сторон, но нет и положительных, позитивных сторон, я вам скажу. Существуют определенные принципы, основы, опоры, и каждая из них также перестраивается. Положительное притягивается к отрицательному, и оба они притягиваются к центру. То же самое происходит и от негативного к позитивному. Посмотрите на обычную батарейку. Один полюс не будет работать без другого, ничего не будет двигаться, все застынет, все будет в застое, ничего не будет функционировать. Поэтому не нужно воспринимать что-то как светлое и темное, как плохое или хорошее. Просто поймите, что это простые полярности, противоположные полярности, которые, однако, притягиваются к центру, где все становится возможным. Это прекрасно. и до того, как мы откроем телефонные линии, я хотела бы напомнить тем, кто нам звонит, что вы можете нажать звездочку и цифру 2 для того, чтобы пообщаться с Гайей. Итак, прежде чем мы откроем эту линию, я хотела бы попросить Гаю добавить еще что-нибудь. спасибо. Я хотела бы напомнить, что сейчас очень важное время. Не только этот год, не только этот век, просто вся эта жизнь, жизненный поток, они очень важны. Они будут переделывать следующие ваши жизни. Представьте, что у вас есть какая-то длинная нитка жемчуга, и вам нужно что-то, чтобы сцепить эти жемчужины, чтобы зацепить их за своей шеей, чтобы они давали вам дополнительную красоту. Вам нужна какая-то нитка, но что, у вас просто не будет нитки? Все эти прекрасные жемчужины не будут соединены. И вот этой ниткой как раз и является этот жизненный срок. Он соединяет все, чтобы все эти элементы держались друг за друга, чтобы вы могли сказать «Посмотри на эту жемчужную нитку, которую представляет из себя моя жизнь, моя сознательная жизнь». И чтобы не терять ее из виду, вы должны сделать это. Прекрасный образ, и он очень вдохновляет. Спасибо огромное за это. Итак, мы готовы открыть наши серебряные линии. Гайя, вы можете выбрать какой-нибудь номер между одним и 150? 102. Итак, 102. Я хотел бы напомнить, что Гайя сегодня рассказывает нам о глобальных вопросах, и затем мы конкретизируем. Они могут касаться финансов, они могут касаться личных вопросов и так далее. Я хотел бы напомнить, что мы начинаем с общих вопросов. Итак, мы переходим к абоненту 102. Начинаем. Итак, начинаем. Итак, 6034, это конец номера на абоненту 102. Приветствую вас. Это Барбара. Привет, Барбара. Я хотела бы узнать, какова моя личная миссия, как я могу содействовать всем людям и Земля. Ну, вы знаете, это не оригинальный вопрос, он уже такой отрепетированный, вы просто повторили его вслед за многими. Вы можете задавать еще, вы можете испытывать больше не обманывайте себя, задавайте те вопросы, которые вас действительно интересуют. Я просто хотела бы понять, каким образом я могу полюбить вот эту вот свою силу, вот эту силу единения, вот эту силу, которая позволяет помогать моим любимым людям и самой себе, и людям, которые меня окружают. каким образом я могу помочь им преодолеть эти перемены, пройти через них? Очень хорошо. Тот опыт, который вы накопили на данный момент, это не является вашей личной силой, вы просто так называли его, потому что не было другого слова. Мы говорим о той силе, которую представляет собой мудрость. Мудрость будет вашим учителем, которая покажет вам, каким образом использовать силу. Сила это нечто очень-очень крепкое, сильное и мощное, чего вы, возможно, как вы сказали, боитесь. Это может быть что-то с очень острыми краями, или очень плотное, слишком плотное и слишком тяжелое, что вы не можете это нести на себе. Важно, чтобы вы смогли поднять это и нести на себе, нести с собой. Представьте, что вы рыцарь, который вынимает меч экскалибур из каменных ножен. Раньше он не мог это сделать, но когда он нашел в себе мудрость, он смог это сделать. Вот так же и вам мудрость поможет это сделать. Для того, чтобы использовать мудрость и найти ее, нужно признать, что делает эта сила, эта мощь. Эта сила изменяет вас, она изменяет людей. Она может изменить все, вывернуть наизнанку, или, наоборот, вывернуть то, что было вывернуто наизнанку, правильной стороной. Поэтому посмотрите, в каких условиях вы находитесь и в каких условиях находятся люди. Избавьтесь от всех ваших идей о семейных обязательствах, об обязательствах перед любимыми. Просто подумайте, что вы представляете собой определенную знать некое, вы представляете собой человека, который может воспользоваться этой силой, потому что наделен ей. Вы можете воспользоваться ею для того, чтобы достичь новых высот. С кем вы можете это сделать? В какой степени? Для какой цели? Рассмотрите это очень-очень объективно перед тем, как вы произнесете хотя бы слово, перед тем, как вы сделаете что-нибудь. И тогда вы начнете признавать то, чем на самом деле является мудрость. И у вас будет сила для того, чтобы использовать эту мудрость. И вы не будете бояться этого, независимо от того, что говорят другие. Вы будете произносить ваши слова, как будто вы всегда ждали этого момента, когда сможете их произнести. И вы должны очень заботливо подходить к тем, кто будет рядом с вами. Вау. И спасибо. Спасибо большое. это было очень здорово. У меня нет больше вопросов. Спасибо за прекрасного гостя вашей передачи. спасибо. Да, дорогие мои, вы представляете собой больше, чем вы думаете о себе. Вы можете достичь большего, когда начнете представлять, что вы являетесь чем-то большим. Не прячьте свою красоту, независимо от вопросов других или от обстоятельств, которые вас окружают. Пусть ваша красота сияет в каждом моменте. Чудесно. Спасибо. Итак, назовите, пожалуйста, номер от 1 до 80. 75. Итак, номер 75. Итак, Нью-Джерси, Диана, номер 1901. Итак, из Нью-Джерси, Абонян, последние цифры 1901. Диана, вы здесь, мы вас слышим. У меня несколько вопросов. Во-первых, я хотел бы спросить, многие в последние десятилетия постигают сознание через медитацию, через другие практики. Я хотела бы узнать, их усилия, я не знаю, как это сказать, с какими уроками помогают, какие уроки помогают это извлечь из того, что нас сейчас окружает в мире, из того, что происходит в окружающей среде, в финансовой среде. И можно ли применять какие-то новые практики для того, чтобы постичь это? Могу я обратить этот вопрос к вам и спросить, помогло ли это вам? Да, в моей личной жизни помогло. Я понимаю, что каждый из нас представляет собой часть целого. Да, и вновь этот вопрос я обращаю к вам. Помогло ли это вам и другим всему целому? Помогло ли это? Лично для меня да, но я не знаю с какой точки зрения посмотреть на то, помогло ли это миру. Дорогая моя, я хочу с вами поспорить. У вас есть точка зрения, и вы можете посмотреть на это под правильным углом. У вас есть точка зрения, это ваше знание, это ваша сила, вы знаете, кем и чем вы являетесь и чем вы отличаетесь. Это делаете вы, и другие делают это тоже, потому что вы и они это единое целое. Они, мы, я, вы. Видите, нужно просто посмотреть под определенным углом с доверием, доверие, которое пока вам неизвестно. Нужно использовать его, и тогда возникнет чувство правоты. И если вам нужно подтверждение Гайи, да, я скажу вам, медитация и молитвы, все это работает, это достигает центра Земли и достигает любого уголка пространства. Да, 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 еще раз да. Но что касается перспективы, точки зрения, для вас важнее всего обрести более высокую перспективу. я говорю о знании, о глубине, об осознанности, которая позволяет делать не шаг за шагом, а пролетать огромные расстояния, делать семимильные шаги. Я говорю не только о небольших медитациях, но и об огромных шагах, которые полностью согласуются с вашими желаниями. И именно на это вы способны, теми или иными способами. Да, спасибо. Могу я задать еще один вопрос? Да, конечно. Да, я надеюсь, вы восприняли мои слова хорошо, даже несмотря на то, что я с вами спорила. И я думаю, у вас будут еще и другие желания, которые вы раскроете для себя. Да, у меня есть желание задать вопрос. Я знаю много людей, которые попадали в разные ситуации, когда у них были какие-то физические трудности или несогласия с окружающими, несмотря на то, что они были уверены в том, что делают. и в сущности мой вопрос заключается в следующем. Есть ли какие-то конкретные области, где я могу использовать свои таланты для того, чтобы служить другим наиболее эффективным образом, не сталкиваясь с непониманием? Это достаточно личный вопрос. Вы согласны, я думаю? Да, согласны. Да, если вы согласны, то я отвечу на него. Да, существуют различные области занятости, которые больше всего подходят одним людям и не подходят другим. Но в этом году они не откроются для вас. В этом году вы должны перестраиваться, делать то, что хотите. Вы можете быть мастером на все руки, вы можете предлагать себя миру различными способами, понимая, что все это временно, что все перестраивается, и вы тоже перестраиваете себя. И, проходя через это, вы будете осмысливать различные идеи. Иногда с положительной стороны, зная, что ваша очередь подходит, ваше время подходит, в другие месяцы года, вы будете чувствовать себя словно ниже плинтуса и говорить, «Нет, это не мой мир, это не мой путь, он выстроен не по-моему, это будет приходить и уходить, не обращайте на это слишком много внимания, если это возможно, или просто обратитесь к молитве или медитации». В следующем году другие идеи, которые важнее, чем идеи нынешнего года, выйдут на передний план, и они дадут вам значительно больше возможностей. Ваша первая мысль будет, «Ну, почему же они не появились в прошлом году, когда они мне были нужны?» Но вам просто нужно было пройти через все, что вы прошли, чтобы у вас появилось поле, открытое поле возможностей, чтобы вы начали смотреть на жизнь немного по-другому, так, чтобы вы могли помогать себе и помогать другим более эффективно. Но сейчас я говорю вам, делайте все, что вы можете, всеми возможными способами, во всех возможных областях, и тогда милосердие будет сопровождать вас и возвращаться к вам от других. Спасибо, это прекрасно, спасибо. Спасибо, Дайана, за то, что позвонили. И вам спасибо, Дженнифер, я очень благодарна вам за то, что вы пригласили этого гостя. Спасибо, Гайя. Пожалуйста. Гайя, и я думаю, этот ответ, который вы дали сейчас подходит очень многим людям, несмотря на то, что он был очень личным и индивидуальным, он, я думаю, отвечает запросам многих людей. Итак, следующий абонент номер 31 из Канзаса, Тереза, 7114, последняя цифра номера. Это Тереза? Да. Привет, Тереза. Какой у вас вопрос? У меня следующий вопрос. Я знаю, что пришла сюда, в эту жизнь, для того, чтобы помогать матери-земле и всем женщинам на этой планете. И я хочу узнать, что я должна знать, что я должна делать дальше. А вы действительно хотите знать ответ, он вам может не понравится. Да, я хочу его знать. Да, вы признаете, что вы помогаете Земле в ее женской форме и всему, что имеет женскую форму. возможно, для того, чтобы оставить след на Земле, нужно посвятить себя также другой полярности, мужским областям жизни, которые игнорируются или мимо которых вы проходите. потому что мужчина на Земле это вид, находящийся в опасности в своем роде. Ведь Земля меняется. Я могу сказать, что женщина легче адаптируется к переменам на Земле, чем мужчина. Структура мужского организма и разума находится под большей угрозой, чем женские особи. и поэтому они больше других на планете, на Земле, нуждаются в вашей доброте и в вашей защите. Итак, вопрос заключается в том, захотите ли вы изменить полярность для того, чтобы продолжать свою деятельность. Да, я хочу это сделать. Замечательно. Тогда посмотрите на поверхность Земли и посмотрите, что кажется наиболее маскулинным, что кажется наиболее грубым на поверхности Земли. И подумайте, каким образом можно озеленить, обогатить, углубить эту область. И когда вы увидите это в других людях, когда вы увидите это в природе, в природе, выйдите где-то еще. Подумайте, что в каждом, что представляется вам старым, застарелым, неуклюжим, есть что-то молодое, новое, чему требуется новая роль на Земле. Появляется новый человек, новый человек, новый мужчина и новая женщина. Сейчас человек в мужском его роде нуждается в дальнейшем развитии. Если вы сомневаетесь в этом, то вспомните, каким образом мужчины ведут себя, скажем, в состоянии войны и что к этому приводит. Вы должны позволить черпать из того богатства, которое накопило ваша женская перспектива и питать этим человечество без разбора, мужчин и женщин. Отдайте это Земле, и Земля также сама распределит это в равновесии и балансе, потому что приходит время вернуть баланс и равновесие в отношения всех видов на Земле, всех видов к Земле, равновесие в отношении между мужчиной и женщиной, и я думаю, вы уже знаете это глубоко внутри себя, что вы пришли на эту Землю, чтобы служить человечеству, и мужчинам, и женщинам, и я поощряю вас в этом намерении. Я приму это. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, Терезе. Итак, назовите, пожалуйста, номер между одним и стовачьей юлистерии. Номер 99. очень хорошо. Гайя, знаете, мне кажется, что когда вы говорили о мужском и женском начале, мне показалось, что нам нужно более благосклонно воспринимать мужское начало. Пришло такое время. Да, вы знаете, прежде чем смотреть на Землю и обвинять, что в ней так много неравновесия, так много дисбаланса, нужно понять, каким должен быть баланс. Не нужно противопоставлять понятие «мы» и «они», ведь таким образом не достичь никакого примирения и равновесия. Итак, у нас следующий абонент звонит явно по беспроводной связи. Последняя цифра номера 930. Привет, это Пэм. Привет, Пэм. Вы знаете, я металась из слез в смех и обратно, слушая все звонки и ответы. Я хотела бы поблагодарить за эти ответы. Я сейчас, знаете, нахожусь на перекрестке в своей собственной жизни. Это связано с судьбой моей матери, и я сейчас пытаюсь осмыслить, кем я являюсь, чем я являюсь. И я пришла к выводу о том, что мне нужно начинать новую фазу моей жизни. Мне нужно новое позиционирование, самопозиционирование в этой жизни. Мне нужно больше служить Земле и черпать из нее. И я думаю, что какая-то часть прошлого не дает мне развиваться дальше. Это часть прошлого, да, но это все временно. Не все изменения приходят сразу же. Не слишком быстро принимайте решение о том, кто вы, потому что это понятие изменяется, и что вы, потому что ваше внутреннее содержание тоже изменяется. Вы знаете, вот то мнение, которое вы высказали, оно справедливо только для этого месяца. В следующем месяце вы будете чувствовать себя по-другому. Будет углубляться ваша сознательность. К вам будут приходить новые сообщения, новые сведения. Сейчас еще слишком рано говорить, я пойду туда, я определился насчет этого. Вполне нормально не знать, что произойдет, или не знать этого на слишком долгую перспективу. Поэтому пусть это будет временно, а не слишком постоянно. Просто скажите себе, я перестраиваю себя и те истины, которые меня населяют. Вы знаете, чем быстрее вы станете искать истины, чем быстрее вы будете пытаться их найти, вы можете потерять некоторые жемчужины. Помните, я говорил о жемчужной нитке? Причем те жемчужины, на которых выгравировано именно ваше имя. Определитесь с основными этапами, с основными посылами, которые вы хотите реализовать на вашу пользу и на пользу других. И будьте уверены, что, постепенно двигаясь вперед, вы найдете то, что действительно является вашим, и вы будете продвигаться на каждую следующую и следующую ступень. Спасибо большое. Спасибо вам. Назовите, пожалуйста, номер от 177 до 1. 101. Спасибо. Итак, Пеппер, то есть Гайя, мы можем продолжить? Да, с удовольствием, с удовольствием. Итак, давайте продолжим. Итак, Вашингтон, Виргиния, номер заканчивается на 01. Привет, я Кэрол. Привет, Кэрол. Я хотела бы спросить. Я всегда питала глубокие чувства к Матери-Земле и ко всему, что ее населяют. И я чувствую, что в моем сердце есть жажда, жажда учиться и учить, делиться тем, что я воспринимаю от Матери-Земли. Все, что касается нашей жизни, каким образом семя нашей жизни развивается в целое дерево, каким образом протекает жизнь, каким образом я могу это сделать, думаю я, наедине с собой. Может быть, нужна какая-то информационная программа, может быть, нужен какой-то обмен информацией. Я просто пока не знаю, как коллективно организовать эту работу, чтобы научить и других людей. И я хотела бы еще сказать, что я очень благодарна вам за ту информацию, которую вы делитесь с нами. Очень хорошо, дорогая моя. Я скажу вам, пользуйтесь возможностями, которые у вас появляются. Пользуйтесь возможностями, даже если вы считаете, что что-то не вполне возможно или не вполне вероятно, потому что что-то, что вы предпримете, может послужить не вам, но другим людям. Если какие-то идеи кажутся вам невозможными или невероятными, все равно пытайтесь реализовать их, потому что они могут стать вероятными, даже если вы не знаете, каким образом это сделать. Просто с течением времени что-то изменится. Конечно, есть определенные предосторожности. Например, есть что-то, во что вы верите, что вы можете сделать, но тем не менее вы испытываете определенные колебания, потому что другие не одобряют этого, или считают, что вы не можете что-то сделать, или вы что-то делаете несвоевременно. Но существуют и другие люди, которые сейчас начинают пробуждаться для новых идей и новых перспектив, и даже для новых обязанностей. Поэтому важно, чтобы вы помогали им и корректировали их мысли. Частично трудность для человечества заключается в том, что оно находится под действием всего, всего, что происходит. И оно рассматривает только следствие того, что происходит. А если рассматривать только следствие, как можно обратить внимание на причину? Каким образом можно рассмотреть новую эпоху, если рассматривать только следствие того, что происходит, но не их причины? Можно помогать другим, можно наделять их силой. Расскажите им, что это их район, их семья, их истина, их среда обитания. Они должны развернуть ее. Затем вы можете помочь им, чтобы они осознали в себе причину, а не следствие. Причину как таковую, которая принесет изменения, перемены, значительно более легко и безболезненно. И вы возьмете на себя часть ответственности за это, ведь это такой огромный дар. Да. Итак, есть более крупный вопрос. А вы будете это делать, или вы просто спросили, как это делается? А я сейчас настраиваю себя, и я начинаю рассматривать свой опыт. Что значит настраивать себя? Что значит настрой? Где находится настрой в вашем теле? Ну, наверное, где-то в мозгу. Нет. Ну, я думаю, где-то между сердцем и разумом. Я должна обнаружить его, прежде чем начну. Вы знаете, я думаю, он где-то находится между страхом и опасением. Вы можете найти это тело в вашем теле? Это место в вашем теле. Где оно находится? Я думаю, где-то в солнечном сплетении. Мне так кажется. Может быть, между сердцем и желудком. Вы знаете, я назову это внутренностями, животом. Итак, что у вас в животе? Что это за странное чувство? Я хотела бы избавиться от этого, и чтобы полностью использовать то, что мне дано. Очень хорошо. Так сделайте это. Как сделать это, Гайя? Спросите вы. Вы знаете, где это находится. Вы можете положить руку на это место. Вы можете выдохнуть. Выдохнуть эти старые мысли, чтобы там ничего не осталось. Видите? Я спрашивал вас, где это находится, где находится это. Вы сначала не могли определить, но потом нашли. Так вот, вы должны прийти к ощущению того, что там ничего нет. Все это ушло. Причем ушло давно. Остались лишь какие-то остатки, микроскопические остатки, но сейчас там нет ничего этого. Это не означает, что вы должны реализовывать тот или иной проект, даже если он для вас что-то не значит, хотя он может значить что-то для человечества. Тем не менее, важно прежде всего понять, что сидит у вас внутри. Это имеет значение. Возможно, от этого стоит избавиться. Да, пришло время от этого избавиться. От всего этого. Да, избавьтесь от этого, потому что там ничего нет. Знаете, если бы там действительно что-то было, то вы не смогли бы от этого избавиться. Вам нужно было бы прожить, пройти через это. Но в вашем случае там ничего не осталось. То есть, там пусто. Поэтому, если сосуд опустошен, наполните его чем-то другим. Вы знаете, я не вполне поняла то, что вы говорили минуту назад, что для меня важно, и от чего мне стоит избавиться. По моему личному опыту, я знаю, что у меня осталось много впечатлений и много мыслей. То есть, ну да, впечатления имеют значение, то, как вы держите себя, имеет значение. То, как вы ведете себя, имеет значение. И, однако, то, что вы должны вложить в проект, не имеет значение. Это имеет значение только ваш выбор. Он не подтверждается тем, что о нем говорят. Он подтверждается вашей жизнью, а не тем, что вы делаете. Вы человеческое существо, а не человеческое дело. Вы можете делать, что вы хотите в вашей жизни. Ваши дела принимают различные формы и идут различными способами, но все это человеческие дела, независимо от того, что вы делаете или не делаете. Хорошо. Чудесно. Прекрасно знаете это? Вы довольны этим матоведом? Вы знаете, не совсем, только потому, что... Может быть, я не совсем знаю для себя, что для меня важно больше всего. Но я знаю, что я существо, которое любит возможности, любит создавать их для Земли. Именно так. Вы существо, которое влюблено в возможности, даваемые Землей и создаваемые для Земли. Но это не означает, что ваши чувства всегда будут в гармонии с этой Землей или с этой жизнью. И вы не должны представлять из себя некий показной набор ценностей или набор добродетелей. Я не говорю вам, что вы должны обязательно любить. Я не приказываю вам это, чтобы заслужить любовь Земли. Или вы не должны что-то обязательно производить для Земли, даже если это принесет пользу человечеству или Земле. Вы абсолютно свободны в вашем выборе. Это все добровольное. То есть, у нас нет никакой обязанности. Да, вы не обязаны выполнять какую-то работу, барщину для Земли. У вас уже есть все, что нужно. У вас есть все дары. То есть, самой природы любви достаточно? Да. Свобода любви. Свобода выражения или невыражения. Видите, дар свободы — это самое ценное. Никто не говорит вам, что вы должны что-то сделать. Вы должны обеспечивать отдачу. Вы должны делать что-то для других. То, чем вы являетесь, — это уже то, что вы делаете. Помните, какой вопрос был до этого? И я хотела бы добавить, независимо от того, успешен проект или не успешен, успешна жизнь или не успешна, следует задаться вопросом, а кто измеряет успех? Зная, что есть Гайя, и следуя принципам Гайи, нельзя не добиться успеха. Да. Вы знаете, я стараюсь попасть в этот поток мыслей. И бывают вот такие моменты, моменты желания, моменты любви. Достаточно ли этого? Наверное, это достаточно. Достаточно ли милосердия, которое мы проживаем? Дорогие мои, вам была дана жизнь полная милосердия. Это, конечно, не означает, что вам нужно воздерживать от того, чтобы каким-то образом ее улучшить. Но, тем не менее, у вас есть самая главная истинная и совершенная свобода. То есть, если я правильно понимаю, вот этой любви и милосердия уже достаточно Гайи, и это уже достаточно служит на пользу момента? Да, это служит достаточно для момента, ведь момент, каждый включает в себя определенную вечность. Мы говорим лишь о желании, о целенаправленном желании, которое приводит к делам. Но это не обязательно. Это не обязательно для успешной жизни. Ведь созидательность как раз и заключается в свободе выбора, в свободе своего самовыражения. И не все, конечно, обладают свободой выражения или невыражения. Ведь есть люди, которые посвятили себя какому-то занятию и говорят, «Нет, я буду заниматься этим всю жизнь». Наверняка многие, зная таких людей, есть такие люди даже в семье, я думаю, у каждого и у многих. И есть люди, которые придерживаются определенной структуры бытия, и она важна для них. Но для тех, кому я направляю эти слова, приходит свобода. И поэтому будьте готовы, что с вами будут происходить изменения, вы открываете какие-то новые проекты, но если проект не плодотворен или не полностью плодотворен, или не приводит к успеху в вашем понимании, это всего лишь означает, что у вас есть дар, дар свободы, и воспринимать это не обязательно с успехом и не обязательно в полной мере. Спасибо. Гай, я ответила на ваш вопрос? Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Это, я думаю, тоже прозвучало, как очень важное сообщение для многих из нас. И вы знаете, я даже подумала, что, может быть, даже среди тех, кто нас слушает, есть те люди, которые полностью посвятили себя какой-то работе или какому-то обязательству. А кому вы адресуете этот вопрос? Я спрашиваю Гайю. Да, есть те люди, которые просто привыкли к такому образу жизни, комфортнее знать или верить, что существует множество различных жизней, земных жизней, кармических жизней и так далее. И в каждой жизни нужно придерживаться какого-то призвания. Но в жизни это также моменты волшебной свободы выражения. Просто часто человечество боится, боится своей свободы. Ему легче чувствовать себя связанным, связанным обещаниями, связанным законами. Человечество боится, что разразится беззаконнее, поэтому выдумало столько много законов. Потому что оно не доверяет себе. Во Вселенной значительно меньше законов. Есть вселенские законы, которые порождают сами себя. И, подражая этому, человечество создало великое множество законов для того, чтобы избавиться от страха. Когда человечество освободится от этого, оно не будет связано или будет связано только высокой истиной или великой истиной, без нужды создавать множество законов или их образов, довольствуясь лишь теми, которые реальны и необходимы. Да, мы уже превысили наш временной лимит. Я хотел бы поблагодарить всех за то, что вы участвовали в нашей беседе. Спасибо вам, Гайя, за вашу мудрость и за вашу приверженность вашему делу. Пожалуйста. Итак, уважаемые слушатели, если вам интересны Гайя и Пеппа, я надеюсь, вам было интересно. Я хотел бы еще раз поблагодарить Гайю и Пеппер за то, что присоединились к нам. А сейчас я хотела бы сказать слушателям, что у нас есть специальное предложение от Пеппер Юэс. Это комплект из компакт-дисков. Там есть замечательная подборка работ Гайи, в которой премонстрирована вся ее глубокая мудрость. И сейчас этот набор компакт-дисков продается по очень-очень разумной цене. Вы можете найти информацию об этом в разделе нашего сайта Pepper Special. Вы также можете найти всю информацию на сайте PepperLewis.com, и вы можете вбить поиск в Гугле и найти сообщество Гайя на Ютубе. Благодарю всех. Огромная благодарность. Спасибо за то, что были со мной в течение этих чудесных, замечательных, поворотных шести дней. Вы знаете, я очень сильно изменилась с момента нашего первого эфира с Элизабет Джонс. Спасибо за то, что присоединились к нам в этом замечательном виртуальном путешествии на этой неделе. Спасибо за вашу любовь к этому сообществу, за ваше милосердие. И за ваши твердые намерения я чувствую их с благодарностью. Я вас просто обожаю. Спасибо всех тех, кто появился в наших передачах. И я хотела бы напомнить, что у нас есть специальное предложение от других гостей, с которыми мы разговаривали, включая Элизабет Джонс. Вы можете найти их в разделе «Astral Currents» нашего сайта. Завтра будет специальное объявление о собрании, которое состоится 11 ноября. Мы расскажем о том, кто будет участвовать и что вас ждет. Спасибо вам. Я вас люблю. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.